Всем привет! Сегодня я разморозила бутылку виноградного сока и возьму его к свекрови. Мы с ней будем варить традиционный кипрский десерт, который называется полузери. Обычно полузери на Кипре варят из виноградного сока и гранатового. Сок этот мы хранили в холодильнике в обычной морозилке. И вот сегодня будем готовить из него десерт. Нужно приготовить большую кастрюлю и измерить количество виноградного сока стаканами. Сейчас посмотрим сколько у нас стаканов здесь получится. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, семь стаканов. У нас получилось 7 стаканов сока. Сейчас нам нужно будет добавить 3 стакана воды, чтобы наше полузерие получилось не слишком концентрированным. Поэтому сок придется разбавить. Добавляем 3 стакана воды. Итого у нас получится 10 стаканов. Сейчас мы будем добавлять муку. На каждый стакан жидкости нужно добавить по 1 ложке с горкой муки. Если у нас 10 стаканов жидкости, значит добавляем 10 стаканов муки. Итого у нас получилось 7 стаканов сока, 3 стакана воды и 10 ложек с горкой муки. Ставим сок на плиту. До кипения не доводим. Просто немножко нагреваем. Смотрите, там уже происходит движение. Уже сок нагрелся. Поэтому сейчас мы его выключаем. Вливаем немножко сока в муку. Перемешиваем сок с мукой венчиком. И выливаем муку, смешанную с соком, в основной сок через ситечко. В ситечке у нас остались вот такие крупички муки. Снова мы зажигаем питу и при помощи деревянной палочки и хорошенько мешаем. Добавляем специальное растение. Потом посмотрю, как оно называется по-русски, напишу. Оно будет придавать нашему десерту очень приятный экзотический аромат. Сокращаем температуру. Помешиваем. Нужно варить десерт так, чтобы не образовались комочки. Добавляем помолотый анис. И варим постоянно, тщательно помешивая. Так, чтобы десерт не приставал к донышку. То есть мы постоянно должны скрести донышко. Варить это нужно от 5 до 10 минут. После того, как оно закипело. Вот сейчас видны пузырики. Пузырь у нас кипит и минут 5 пройдет в таком темпе, помешивая. Потом мы посмотрим, стоит ли варить еще. Мешаем по очереди. Периодически я помогаю всей крови, потому что и тяжело. У нас уже там, видите, заготовлены судочки для десерта. На основе этого десерта делаем греческие сладости сунзука с орешками внутри. Ну а мы делаем домашний вариант этой сладости. Орешками будем посыпать сверху. И вот наше пузыри готово. Сейчас мы добавим немножко нектара померанца. Сейчас покажу вам, как выглядит эта бутылочка. Смотрите, бутылочка эта выглядит вот таким образом. И еще немножко перемешиваем. Кастрюлю мы уже выключили. Вытаскиваем листики нашего ароматного растения. Еще какое-то время помешиваем, пока кастрюля горячая. Полу манеру. Сейчас мы будем разливать полузерий по судочкам. Для этого их нужно смочить водой. Поэтому мы переливаем воду из одного судочка в другой, чтобы намочить их. Каждый судочек нужно хорошенько тщательно смочить перед тем, как наливать в него десерт. Теперь, когда судочки у нас намоченные, можно разливать полузере по порциям. Разливаем по одному полумничку в каждый судочек. Вот такие, смотрите, получаются интересные десертики. Обычно киприоты дают такой десертик гостям. Можно кушать, когда он еще теплый, когда он уже застынет. Его ценность от этого не теряется. Даже, по-моему, считается, когда теплый, то более деликатесный, что ли. Смотрите, как в руках профессионала работа кипит. Просто обалдеть! Такой аромат стоит. Виноградный сок с ароматными пряностями. У нас уже такой большой судочек. Это не одна порция. Потом из такого судочка они просто разрезают по кусочку, когда он застынет. Так, и еще у нас есть стеклянные. Стеклянные – это для гостей в основном. Сейчас. Если придут какие-то гости, гости в них ходят часто, то можно будет подавать им сразу в таких стеклянных симпатичных мисочках. Десертных. Так, и последнюю. Последнюю сейчас выйдет стаканчик. Совсем немножко осталось сёра. Посмотрите, какая красота, сколько у нас получилось десертов. Но это еще не все. Сейчас мы будем посыпать эти десерты орешками. Вот такие у нас орешки. Это молотый миндаль. Теперь этим миндалям нужно притрусить полузели сверху. Посыпаем каждый судочек, каждую мисочку десертом. Полузели нужно кушать маленькой ложечкой. Вот столько красоты у нас получилось сегодня. Надеюсь, это видео было познавательным и полезным. Спасибо за просмотр. И скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok